Всем привет! Меня зовут Тарас Станин. Я двухкратный чемпион России по битбоксу, уже теперь и сегодня мы будем изучать такой звук, он самый важный в битбоксе, под названием кик, по-русски бочка. И как он делается, что это такое? Если брать музыку, звучит он так. Акустическая, настоящая барабанная из 50-х годов. И в наши дни это может звучать вот так. В общем, как это делается в битбоксе. Я сделаю несколько уроков по этому звуку, потому что у него есть три разных стадии и куча вариаций. И на этой стадии буду учить тех, кто совсем не умеет делать битбокс и совсем не умеет делать основные звуки, бочку, например. Вы ржете, да? Нет. Будет, я думаю, что три урока всего лишь по одному звуку, они будут разделены на неумейка, среднячок и профи. Профи, если вы смотрите, для вас тоже будет урок на бочку. Знаете, битбокс... Знаете, битбокс такая штука, которая может на самом-то деле научиться абсолютно каждый любой человек любого возраста и любого пола даже. Тут дело в упертости. У кого-то может сразу, почему-то, каким-то образом получиться читеры жизни. Как мы их все ненавидим? Удачники, совершенные люди. Что делать нам? Быть ботаниками битбокса никак иначе. На своем личном примере могу рассказать как. Я на данный момент занимаюсь битбоксом 8 лет и 9 месяцев. И поэтому у меня бочка звучит... Вот так. Ну, хорошо, прям пробивает, так сказать. Кто там, не открою. Как она может звучать сейчас у вас, если вы уже попробовали, что, скорее всего, произошло? Наверное, что-то вроде... Как это так? Я полюбал свой монитор. Запаститесь влажными салфетками, ведь каждого тинейджера на столе должны быть они. Бум! Извини. Какой совет, если не получается? Так вы урок тышь не дождались. Сейчас я буду учить вас, как эту бочку делать. Тут можно уже переходить к уроку, я думаю, да? Я объяснил, что, типа, каждый может научиться? О чем это я? Да, научиться может каждый, и это правда. Тут дело в упертости. Как делается кик по-русски бочка? Нужно знать алфавит русский. Любой алфавит, в любом алфавите всех языков мира, есть буквы созвучные со звуком П или Б или Мяу. Выберитесь среди первых двух, что вам комфортнее, и попробуйте шепотом сказать букву П или Б очень громко. Как это должно в идеале прозвучать? Тут главное понимать, что акцент идет на саму согласную П или Б. Акцент на ней, не на послезвучие. Вот это вот. Не нужно это при дыхании делать, пытаться делать громче. Тут нужно пытаться кого-то как будто из угла напугать. Это и буквы П, и Б, но шепотом. Будто вы сиплый бомж, потерявший голос, живя на улицах Нью-Йорка, пытаетесь как-то заработать в ночное время. В общем, что должно получиться? Со временем увеличивайте громкость, но поначалу... Вова, осторожней, на тебя падает плита. Тренируйте голос. Сначала нужно прочувствовать этот, я бы сказал, удар. Кик, кстати, это удар с английского. Но мы же битбоксеры, мы деремся ртом. Поэтому кик должен быть произведен ртом. Акцент на П, на Б, и получается что-то вроде... Нужно изобразить такой стук в дверь. А вам нужно изобразить... Что-то вроде этого, но вот этим звуком. Прочувствуйте. Я обязательно еще сделаю видео и буду ставить опыта, так сказать, битбоксерские опыта на тех людях, которые не умеют делать битбокс совсем. И вместе с ними мы будем разбирать ошибки. Но единственная ошибка, это очень важно сейчас понять любому новичку, либо профи. Если не получается какой-либо звук, значит недостаточно пробовали. Если расслабиться и не стесняться, это тоже очень важный момент, то повторить... Напугать... Кого-то из-за угла, но шепотом, очень легко. Нужно только расслабиться и не думать о самом звуке. Нужно просто это сделать. Нормально выясняю? Немножко непонятно, правда, что я не могу. Да. Важный момент. Давайте разделим вот это пэ или бэ, которое нужно сейчас попробовать сделать. Разберем на две части. Первая, это где происходит сам удар. Вторая, где новичок, возможно, побочно будет издавать кряхтящие, вопящие звуки, что-то вроде бэ. И делать акцент не на первой части, а на второй. Немного не так. Переходим к первой части. Тут важно напряжение. Вы зажимаете исходящий из вас воздух губами так, чтобы он не мог выйти поначалу. И не раздуваете щеки. Держите их скуловыми мышцами. Все же мечтают о хороших скулах. Акцент на букве пэ на самой. Не на выдохе уже пфф. Втором. Из второй части звуки. А на первом. И губы нужно напрягать максимально. Но, не переусердствуйте, если вы будете слишком сильно эти губы перенапрягать, вы получите звук что-то вроде... Как будто ржете, но не хотите. Перед кем-то. Кого-то стебанули. И вы начинаете ржать, но пытаетесь держаться. Лешатый Грязный В общем, не стой стези Это все Что-то среднее, золотая середина Где-то там Вы этот звук прочувствуете На самом деле, звук слишком простой, чтобы Его очень долго объяснять Если у вас, вот честно говорю Говорю, как человек, учивший Этот звук полгода Не надо Заморачиваться, нужно просто Попробовать тысячу раз У кого-то выйдет за 10 У кого-то выйдет это с первого раза И значит у вас хороший слух У кого его нет, его можно натренировать И я уверен, что за тысячу раз Повторений, за тысячу повторений У вас это выйдет замечательно Даже слишком хорошо, обгоните меня И соседскую собаку Прирежете Хорошая перспектива, научиться битбоксу Спасибо, до следующих занятий Бум! И для практики, если у вас Уже начал получаться этот звук И вы хотите кого-то удивить Кошку Попробуйте Сделать вот Такую несложную Вот такую несложную фразу Без голоса Согласными Как тупо это В общем, битбокс Ритмический рисунок Можно обозначить согласными Если у нас бочка это П или Б Как вам удобней Поставьте после этого С И получится Ух ты! Что это такое? Что из этого можно сделать? Можно делать вот что Я думаю, что букву С все умеет Она у нас может изображать тарелочку Тарелочку барабанов мы все знаем Как она звучит в оригинале И из этого Из двух барабанных звуков Можно, соответственно, делать уже какие-то Ритмические рисунки Ритмические рисунки делаются барабанами Чаще слушайте музыку Ищите Индентифицируйте там эти звуки Тарелочку С английского Head И бочку Kick И пытайтесь что-то повторить Конечно, глупо Можете еще К добавить В общем, до следующих уроков Не будем сейчас заморачиваться Сосредоточимся на Первом Простом Это был первый урок Во втором будет сложнее В третьем еще сложнее А если вы сможете освоить Десятый и одиннадцатый урок Вы сможете купить себе Rolls-Royce Заработав на него ртом Пока Когда я начинал пробовать Все основные звуки битбокса Вот конкретно бочка Kick Напоминаю еще раз У меня Ну не получалось где-то полгода Шесть месяцев Серьезно Я пытался Я пересматривал кучу битбоксеров Разных абсолютно И Вот ну просто никак Я не понимал Как это физически возможно У меня не получалось Я просто Было похоже, что я полью семечки Не было похоже на Но через полгода Меня просто прорвало Всю одежду постирали И потом я научился делать битбокс Что произошло? Просто был упертый Где-то миллион раз Я миллион попыток совершил И тогда у меня получилась Хорошая такая Сочная Электронная бочечка Потому что ориентировался Я на электронную музыку В своем 2010 Но готовьтесь к тому Что битбокс Это довольно-таки Сложное Искусство Сложный род деятельности Род Деятельности Род Битбоксерский род Excuse me, please